Задача на текущем этапе — это собрать, обобщить мнения всех заинтересованных лиц в сфере спорта относительно их видения конкретных предложений, концептуальных предложений по реформированию. Вот сейчас непосредственно этот процесс происходит. Мы собираем мнения всех заинтересованных лиц, обсуждаем их, обобщаем. Я, честно скажу, очень, так сказать, основная масса из них сводится к увеличению финансирования. Ну, соответственно, мы понимаем, о чем говорить. То есть мы должны проговорить, почему просто увеличение финансирования. Ведь, как бы, а завтра у государства будет меньше возможностей по финансированию. То есть если мы поставим в зависимость спортивную сферу только от условий увеличения, либо не увеличения финансирования, ну, а как, тогда мы будем полностью всегда зависеть от этого фактора. Если мы нибудь дадим дополнительные возможности для них по альтернативному финансированию, давайте не бояться этого слова, по зарабатыванию денег, то, ну, как бы, тогда рассчитывать на какие-то результаты. Дальше, следующий этап, это на базе вот обобщения вот этих вот результатов вопроса и экспертных мнений определиться с окончательно на этом этапе с концептуальными направлениями реформы. Так, чтобы можно было приступить к написанию новой редакции закону о физической культуре и спорте. То есть речь в конечном итоге идет о том, что должен возникнуть тот закон, базовый у спорта, который, с одной стороны, будет отражать действующие реалии, чтобы все, что в нем записано было, соответствовало обсужденной и выработанной концепции реформирования, чтобы он был понятен, чтобы он был реализуем, чтобы дальше возникали за ним, вслед за ним механизмы уже на уровне подзаконных актов реализации положения этого закона. Витископ. Спортивное видео.